Здание на Советском 19 несколько веков. Как только оно не использовалось, переживая разные события и судьбы. Сейчас строение скрыто от горожан завесой, но внутри вновь кипит жизнь. Пока строительная. А уже в следующем году здесь планируют открыть городской музей археологии. Полностью 100% поднимемся на второй этаж. Мы сохранили потолки исторические. Там обилие лепного декора. Он сейчас в состоянии консервации, то есть мы его не трогали. Вот он какой был, такой пока есть. В зиму мы, когда дадим отопление, будем его расчищать, докомпоновывать, приводить в порядок, чтобы это было достойно и красиво. К радости нам удалось сохранить парадную группу. Вот у нас головой. Это мы вывесили и закрепили к новому перекрытию. То есть эту часть мы потом вычистим, отреставрируем, подадим в подлинности и будем чем гордиться. Лестничный марш. Максимально попытались сохранить, что можно сделать. Максимально. Ну то, что возможно. То, что возможно. Ну и самое главное, мы сохранили само здание. Потому что оно было подмыто, были подвалы затоплены водой. Это все было скрыто в ходе производства работ. Никто на это не ожидал. То есть мы вот оставили очертания, геометрию старых природок. На этом месте подведем кирпичные стены. И вот в эти вот штрафы, которые мы видим, все это такие хаотичные, мы подведем стенки из кирпича. И зафиксируем их. А потом уже начнется реставрация самих. То есть это такой метод реставрации, да? Метод, да. А другой метод. Все убрать, как было бы проще. Ну понятно. Сложить. Сложить все. Наверху сделать аналогичное перекрытие. Ну и в итоге потом мы поимеем... Ну это более затратное, более такой долговимый. Мы поимеем, собственно говоря, новые потолки. Мы можем сделать такие же, но это будет неподлинно. Это, так скажем, а-ля. Немножко неверный подход. А за счет этого мы сохраним. Пусть оно будет не так ровно. Пусть оно будет живая линия. Но это будет XII век, а не XXI. До осени, буквально в сентябре, закрываем контур здания в виде окон, окраски. И заходим, подключаетесь и начинаете спокойно ремонт. Подключаемся и в тепле мы за всю, считайте, всю осень, зима и весна на выходе у нас... И ориентировочный окончательный срок завершения работы. Оно по контакту у нас 1 апреля. 1 апреля. Ну, наверное, чуть там пораньше. Дворик здания обещает стать не менее интересным, чем сам музей. Здесь будет площадка для проведения массовых мероприятий. Импровизирована сцена. С другой стороны будет древнерусская оладья. Значит, мы будем ее заказывать в Петрозаводске на вертве Варяг. Значит, вот завтра как раз поедут уже заключать договор на ее изготовление. Потому что срок большой. То есть это будет профессиональное такое изделие, которое можно пустить по шексне, и оно дальше поплывет. И будет стоять на площадочке четыре скульптуры. Это, значит, древнее поклонение, те народы, которые поклонялись. Это деревянные резные изделия, которые будет изготавливать мастер, член Союза художников, Кутепов Микаил Александрович. По музею археологии наша задача с 1 апреля начать формирование экспозиции. Еще один адрес коммунистов 40. Здесь реконструкция здания бывшей городской управы практически завершена. В 21 веке этот дом будет использоваться в коммерческих целях, но также планируется проведение экскурсии. Здесь городская дума и городская управа размещались. И даже кабинет Ивана Андреевича Милютина был. Где кабинет-то покажете, Павел Викторович? На втором этаже самое большое помещение. Да, я думаю, что с учетом функционального использования в дальнейшем этого здания, этот кабинет все-таки должен обозначаться как кабинет Ивана Андреевича Милютина. Удалось благодаря тем документам, которые сохранили, слава богу, восстановить его на 100% в облике, за исключением от внутренних помещений, поскольку тех исторических справок уже не оставалось. Хотел бы напомнить еще, что в этом здании, кроме городской управы, существовало еще и полицейское управление, пожарная часть пожарной каланчей, и, соответственно, еще и мещанская управа, и тюрьма в подвале, и библиотека. Одна из сложностей, это была особенность строения здания, это деревянное исполнение его. Не какие-то современные материалы, а именно дерево, которые у нас отвлекли еще временные затраты на усадку здания. Но хотел бы заметить, что при Ивана Андреевича Милютина здание тоже строилось три года, с 1866 по 1869. Поэтому вот в традициях, и мы заканчиваем в этом же промежутке времени. Раньше деревянное здание просто невозможно построить такой высоты. У меня просьба все-таки на уровень соглашения с Управлением по делам культуры выйти, продумать, как мы можем, в том числе, внутреннее помещение использовать для проведения экскурсий. Как можем включить это здание в туристические маршруты, потому что это все-таки знаковый для города объект, и тем более так восстановленный с такой душой, с таким знанием истории. Вот именно это помещение показывать, как кабинет Ивана Андреевича. То есть его надо... Давайте продумайте, коллеги, где Слава Валерьевна? Помогите, пожалуйста, с музейным объединением подобрать концепцию, что это могло бы быть. Пожарная Каланча в веке 21-м – это всего лишь архитектурное украшение и дань истории. А в веке 19-м здесь на самом деле стояли пожарные, оглядывали окрестности, нет ли где дыма или огня. Мы на высоте 26 метров. Это примерно уровень 6-7 этажа. Несмотря на современную застройку, вид отсюда и сейчас очень интересный. Вот там видны Зареченские строения, вот там видна гладь Шексны, высотки Зашекснинского района. Красота! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова